Меду Муслех Таких, как Меду, студентов-иностранцев в Государственном Техническом около 300. Они приехали в Ульянск за профессией из разных уголков мира. Именно для них, а также для студентов остальных ульянских вузов, руководство ОЛГТУ и придумало своеобразную универсиаду, назвав ее «малым чемпионатом мира». И это не пафос, говорят организаторы. В соревнованиях участвует полтысячи студентов из 18 стран мира. Через спорт мы их вводим в нашу среду, даем возможность их заниматься вместе с русскими, с российскими студентами. И тем быстрее они адаптируются, тем легче им дальше жить. Легче освоить даже русский язык. Восемь видов спорта в программе малого чемпионата. И среди них только один командный. Самый востребованный на всей планете – футбол. Чтобы уместиться в отведенные три дня, организаторам даже пришлось провести отборочный турнир. В итоге на площадке друг с другом бьются гвинейцы и иракцы, украинцы и израильтяне, палестинцы и узбеки. Ну чем не чемпионат мира? Это первый раз я играю чемпионами мира в России. Это очень интересно. Луис Мендес – будущий медик. Когда вернется в родную Гвинею, будет лечить детишек. Пока же западноафриканский доктор Айболит бьется против сборной Ирака, болельщики которой еще задолго до конца соревнований заняли первое место по поддержке своей команды. Кроме мини-футбола и настольного тенниса в программу малого чемпионата мира вошли шахматы и бадминтон, стрельба и дартс, гиревой спорт и жим штанги лежа. Высоких спортивных достижений, правда, ждать не приходится, говорят организаторы. Ведь среди 500 участников только три студента, которые учатся на факультете физкультуры и спорта. Сама идея, то, что именно это первый малый чемпионат мира среди студентов-иностранцев, я думаю, она хорошая. И вопрос в том, что ее надо развивать просто. И на фоне этого уже и результаты, соответственно, будут у них повышаться у самих спортсменов. Впрочем, дружба дружбой, а медали врозь, говорят многие участники. Туркан Гаджиева из Азербайджана, например, уже несколько лет занимается пауэрлифтингом. Малый чемпионат мира для нее – лишний шанс заявить о своих спортивных способностях. В соревнованиях по жиму штанги лежа она заняла второе место. Лично сугубо мое мнение, что главный результат – не так дружба, не так знакомство, как то, что нужно достигать еще большего числа для себя. То есть нужно добиваться наград и занимать места. Добиваться наград и занимать места студенты-иностранцы ульянских вузов будут три дня. Но главную победу, говорят организаторы, участники уже одержали. Они познакомились, пообщались и подружились. Михаил Рассашанский, новость ульянской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова